Решить, как будет выглядеть парк или сквер, в первую очередь могут жители совместно с местными властями и экспертной комиссией. Такой порядок закреплен документально. В развитии БГС плодотворную работу ведут активисты партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта. Также наша съемочная группа регулярно выезжает по муниципалитетам. К сожалению, не на всех объектах работы выполняются добросовестно и в полном объеме. Не все пункты программы и договоренности выполняют подрядчики, но проект продуман до мелочей. Об этом, наверное, не знают наши уважаемые строители, хотя не раз это обсуждалось. Да и гарантийных обязательств никто еще не отменял. И ответственность за невыполненные или некачественно выполненные работы виноваты и нести будут. К сожалению, по текущему году есть грубые нарушения проекта в городе Сунжин. Проект сдан уже, но есть некоторые замечания по поводу незавершенной работы. Во-первых, по смете у нас, говорят, нет крошки. Но крошка, как обязательно, атрибут должен присутствовать на мини-футбольном поле, где мы играли, в Нестеровской, в Бердюрд. Там присутствует эта крошка. Мы хотели бы попросить, если получится, благоустроить, чтобы была крошка на данном поле. Второй вопрос по поводу дренажной системы. Когда у нас летом ливневые дожди, всегда вот это бывает, получается, затапливается поле и приводит, ну, поле быстро портится. Поэтому отсутствие дренажной системы тоже большая проблема. Наверное, тоже будет исправлено, надеюсь. Это поле, на котором мы играем уже более 5-6 лет. До этого играли на другом участке, но здесь мы уже привыкли, уже как родное нам место. Мы здесь обустраивали это поле, сами там ворота все ставили, чистили. И не допускали, чтобы другие, кто-то сюда приходил и хотел здесь поселиться, так сказать. Потом делали несколько обращений. Сейчас наша заявка попала в проект боевого устройства городской среды. И нам сделали футбольное поле, не футбольное поле, а по нашей заявке. Мы очень рады этому событию, конечно, но до конца, так сказать, еще не удовлетворены. Посмотрим по гарантийным обязательствам, да, некоторые вот эти проблемы должны быть устранены. Тогда, может быть, мы уже будем довольны. А сколько человек приходит на поле играть? В основном, ну, минимум 20 человек каждый день приходит. Бывает так, что до 40 человек приходит, и тогда уже проблемы бывают, слишком много команд. Ну, так в среднем 20 человек. То есть это все местные жители? Да, конечно. Рядом, которые находятся, и в районе перекрестка города Сунжи оттуда тоже приходят. Это наши местные парни, Цычоевы, Джамбулат, Расумовы, Саурусхановы, Магомед и многие другие ребята, которые с первых шагов инициировали, предложили здесь благоустроить данную площадку. До этого 5-6 лет они сами как-то облагораживали, сохраняли от частной застройки. Много что, спора возникало. И теперь вот такое третейское решение было, чтобы здесь было благоустроено мини-футбольное поле для нашего подрастающего поколения. И в ходе работы они здесь осуществляли общественные контроли. С нашей партийной стороны, с партии «Единая Россия», им была оказана конституционная помощь. Мэрия города Сунжи приняла их инициативу. Она была включена в муниципальную программу городской среды. И, соответственно, мы сегодня присутствуем на этом объекте. Да, конечно, не все так безоблачно. Наверное, все, ну, многие в любом случае, те, которые сидят в социальных сетях, сети Инстаграм, видели вот это обращение, которое было. Винить, конечно, ребят, за это нельзя. Это только гражданская такая инициатива. И зачастую именно вот это обращение, оно бывает крайней такой точкой, когда они стучатся, стучатся, в двери их не слышат. И вот пока гром не грянет, то и чиновник сюда не приходит, к сожалению. Но после этого их замечания были учтены. Конечно, у них еще есть какие-то свои профессиональные такие требования, которые должны предъявляться к таким виду мини-футбольным площадкам. Со своей стороны мы окажем все содействие для того, чтобы их замечания были учтены. И в соответствии, если есть на это правовая основа, они были устранены подрядчиком. В связи с тем, что подрядчик взял на себя гарантийные обязательства благоустройства данной территории, по окончанию всех работ комиссионно также будет проведено обследование данной территории. Все нарушения, выявленные дефекты также будут устраняться подрядчикам в установленные сроки. Продолжение следует...